Всем нам время от времени приходится обращаться к врачам. Зачастую речь идёт о частных медицинских учреждениях. И здесь интерес пациента состоит в том, чтобы медпомощь ему оказали на максимально профессиональном уровне по доступным ценам. Ну а если клиника находится не у чёрта на куличках, это просто идеально. Всем таким критериям соответствует медицинский центр Вера. Медицинский центр Вера – клиника с большими традициями, которая работает в Твери уже почти 30 лет. Тогда, в 92-м году, начинала всё просто как лаборатория по проведению иммуноферментных и иммунологических исследований. Причём местонахождение было совершенно другое. Вера арендовала помещение на территории областной больницы. Время шло, проект успешно развивался. В 2001 году открыли первые врачебные кабинеты. Сменился и адрес. Вера обосновалась здесь, на улице Завидова, превратившись в универсальный медицинский центр. На данный момент наша основная концепция является быть доступными для всех слоёв населения, для широких масс и собрать на своей площади все доступные нам виды диагностики, лечебных процедур, врачей всех основных профилей. Наличие специалистов всех основных профилей – действительно важное конкурентное преимущество центра Вера. Например, те же кардиологи. Это одна из ключевых профессий в медицине и одна из самых востребованных. К нам приходят люди просто, которые желают проверить своё состояние сердечно-сосудистой системы, так и по направлениям врачей. Некоторые приезжают к нам без направления, по собственному желанию, так как их что-то уже беспокоит. Гипертония, сердечная недостаточность, стенокардия и сумическая болезнь сердца, инфаркт – это далеко не весь перечень заболеваний, с которыми обращаются к кардиологу. Причём Анна Смирнова отмечает, что её контингент довольно быстро молодеет. Поэтому на приём надо записываться далеко не только пенсионерам. Если это молодой возраст, это достаточно базовое исследование в виде клиника, лабораторных показателей и выполнение электрокардиографии один раз в год. Эхокардиографии у лиц без заболеваний сердечно-сосудистой системы и жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы достаточно будет один раз в два года выполнять. А у пациентов, которые уже имеют хронические заболевания, конечно же, нужно ежегодный контроль всех показателей. С тем, что регулярный в том числе и профилактический медосмотр надо проходить, согласно и гинеколог Людмила Салдан, на вопрос, какое из заболеваний беспокоит врачей больше всего, она отвечает не задумываясь. Заболевания шейки матки, особенно в АПЧ, ассоциированные у молодых пациенток, выявляются на приёме у врача. И такие патологии, как дисплазия тяжёлой степени и заболевания шейки матки ин-ситу, это всё можно провести в амбулаторных условиях на ранних стадиях лечения. Соответственно, эффект от лечения будет колоссально пациентка поправиться. Часто заболевания на ранних этапах протекают бессимптомно, и у пациентки не возникает никаких жалоб. Именно поэтому ей стоит проходить не только ультразвуковую диагностику, но и осмотр у гинеколога на кресле, забора мазков на ПАП-тест, ВПЧ-тест, проведение кольпоскопии и при необходимости своевременное лечение. Врач-эндоскопист Андрей Смоленский выделяет ещё одну болезнь, которая стала прогрессировать в последнее время. Рак в органах пищеварения, например, в кишечнике. Одна из главных причин – изменение в системе питания жителей России. Мы стали есть намного больше экзотических продуктов, непривычных для нашего желудка. В меню появилось много невиданных для русского человека специй – острых пряностей, приправ. Свою лепту вносит и так полюбившийся многим фастфуд. Всё это запускает процесс заболевания, первым симптомом которого может быть постоянная изжога. У нас начинается хроническое химическое раздражение слизистые, и постепенно туда так называемая кишечная метаплазия, то есть неправильные клетки, которые не должны быть в пищеводе, начинают рассаживаться там на слизистые. Это первый шаг к онкологии пищевода. И в дальнейшем, собственно говоря, если эти симптомы, ну, начинать, в общем-то, на них не обращать внимания, в дальнейшем продолжать, это приведёт уже к развитию опухолевого процесса с высокой долей вероятности. А онкология пищевода – очень трудное в лечении, потому что это очень сложные операции, часто калечащие операции, и до этого лучше не доводить, тем более, что эта диагностика достаточно доступна, и лечение комфортно, медикаментозные препараты, вот и небольшое там соблюдение по образу жизни, по питанию. Мы всегда, в пример, приводим Японию, страна, которая подверглась садной бомбардировке, они очень-то в своё время были напуганы ростом онкологических заболеваний, и именно они ввели золотой стандарт, то есть скрининг от обследования раз в год проведения гастроскопии. Именно с целью выявления на ранних стадиях каких-либо патологических изменений. Потому что дело не только в онкологии, есть масса других заболеваний – желудка, пищевода, которые могут снижать качество нашей жизни. Своевременное обращение к врачу – это не только про внутренние органы. Это ещё касается элементарно общего физического состояния. Не секрет, что многие даже успешно проведённые операции просто так не проходят. Организм может очень долго восстанавливаться. В течение этого времени человек очень серьёзно ограничен в физической активности. В таких случаях на помощь придёт лечебная физкультура. Она поможет в преодолении последствий самых разных заболеваний. После соматических заболеваний – это сердечно-сосудистые заболевания могут быть, после перенёсенной пневмонии, восстановления, тоже реабилитация. Также травмы после операции, травм. В медицинском центре «Вера» имеется большое отделение восстановительного лечения, полностью укомплектованное штатом специалистов самого высокого уровня. В нашем отделении трудятся врач-физиотерапевт, врачи ЛФК, инструктора ЛФК. Проводится электрофорез лекарственных средств, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, магнито-лазеротерапия. Также есть ультрафиолетовое облучение, слизистых носа, рта, при РВИ. Также есть у нас ручной массаж для всех возрастов, и для детей, и взрослых. Физиотерапию мы тоже используем с рождения, ну и во всех возрастных категориях. У нас ещё также есть вспомогательные способы лечения. Это нетрадиционная медицина. В нашем отделении это представлено герудотерапия и иглорефлексотерапия. Также применяются остеопатические методики. Зал кинезитерапии в медицинском центре Вера по своим размерам и оснащённости не уступает лучшим фитнес-центрам. Инструктор Андрей Гордеев отмечает, что всё это оборудование можно применять при решении самых разных задач. Наше оборудование позволяет выполнить упражнения, в том числе и декомпрессионного характера. То есть вообще выполняется очень огромный, очень большой объём упражнений, разнообразных упражнений на разные группы мышц. Подходит всем. Кого-то восстановить, спортсменов укрепить, сделать всякие программы, которые воздействуют на все группы мышц именно универсально, именно лечебно, восстановительно или укрепляюще. Говоря про укрепление спортсменов, Андрей Гордеев вовсе не имеет в виду тренировки для восстановления после профессиональных травм. Напротив, бывает так, что человек вполне здоров, но на тренировках у него, что называется, не идёт. Упражнения выполняются через силу. Таким любителям спорта стоит непременно проконсультироваться со специалистами восстановительного лечения. Например, здесь, в медцентре «Вера». Бывают такие варианты, что приходят спортсмены, которые выглядят очень хорошо, выполняют программы в своих видах спорта. Очень хорошие результаты показывают. Но когда мы начинаем выполнять определенные комплексы упражнений, видно, что человек, тренированный на вид и выполняющий какие-то там хорошие нагрузки, выполняет эти упражнения очень сложно. То есть даже координационно сложно. И веса очень маленькие, чтобы он выполнил технично. Поэтому такие скрытые дефекты, которые можно разглядеть, выполняя именно вот эти комплексы упражнений. Кстати, все желающие могут абсолютно бесплатно позаниматься в отделении восстановительного лечения. В субботу 2 октября в 11.00 тут состоится день открытых дверей. Каждому посетителю после консультации первое занятие бесплатно. Просторные помещения в клинике Вера имеют не только специалисты ЛФК, но и их коллеги по другим направлениям. Например, в распоряжении хирурга-практолога Алексея Золототрубова сразу две операционные. В операционной оказываются услуги общихирургического профиля. Это грыжи. Кроме того, флебология. Это флебология практически вся. Практология. Это геморроги, свящие, ну, весь профиль. Малые перевязочные, более мелкие операции. Тонарицы, топиломы, ну, все, что не требует показания на сезоноке. Ну, конечно же, мало иметь просторные помещения. Важно наполнить их самым современным оборудованием. Без него даже профессионалы не смогут полностью продемонстрировать свои возможности. Уже знакомая нам кардиолог Анна Смирнова с гордостью рассказывает про свою технику, аналоги которой можно встретить лишь в немногих тверских клиниках. Это аппарат фирмы Samsung, модель HS70, последнее поколение. Аппарат относится к категории экспортного класса, с хорошей визуализацией и полным кардиологическим пакетом. Это получение более качественной картинки, которая позволяет более точно провести диагностику, оценить ту или иную структуру в сердце. Большой функционал именно в кардиологическом пакете, который позволяет провести все необходимые измерения по размерам, оценить функцию клапанного аппарата, оценить систолическую, диастолическую функцию сердца, посмотреть кровотоки в сердце и в крупных магистральных артериях. Причем этот Samsung используется не только в кардиологии. Хирург Ахмед Альтыгов рассказывает нам, что при помощи этого же аппарата УЗИ можно прекрасно разглядеть не только сердце и артерии. Обследование УЗИ органов брюшной полости, почки, забрюшинное пространство, объемное образование, выявление. Также мы проводим на этом аппарате комплексные мероприятия, как УЗИ, доплеврография сосудов головного мозга, сосудов шеи, также сосуды органов брюшной полости и непосредственно нижних конечностей артерии и вен. Этот аппарат приближен к экспертному классу. Качество картинок и произведение анализов им доставляется на наушном уровне. Кроме того, этот же УЗИ аппарат позволяет делать эластографию, которая является хорошей альтернативой КТ печени или щитовидной железы. Оборудование, которым заведует Андрей Смоленский, немало удивит непосвященного. Смотришь на него и не поймешь. То ли посудомойка, то ли стиральная машинка. Отчасти и то, и другое. Это автоматическая машина для стерилизации, что в эндоскопии особенно важно. Ведь обследование ведется инвазивным методом, а значит риск инфицирования пациента надо свести к нулю. Кроме того, здешнее оборудование позволяет проводить гастро- и колоноскопию под медикаментозным сном. Это очень удобно в тех случаях, когда пациенту показан именно такой вариант или человек элементарно боится процедуры. Причем гастро- и колоноскопию можно делать как отдельно, так и одновременно. Но больше всего доктор Смоленский гордится стойкой «Олимпус». Оборудование, которое у нас сейчас находится в нашем отделе, позволяет нам проводить высококачественную диагностику именно онкологической направленности, рак в общем понимании, с помощью вот именно новой стойки «Олимпус», которая у нас сейчас появилась, которая имеет технологию NBI. Это будет узкоспектральная специализация. Особенность в том, что за счет определенного спектра освещения, в отличие от обычной белой эндоскопии, у нас, можно сказать, производится прижизненная диагностика. То есть мы наблюдаем всю вот эту онкологию в режиме онлайн, высокой четкой дифференциации. Это позволяет нам брать прицельную биопсию. Мы можем обходиться без гистологического исследования, которое проводится в какие-то отсроченные временные рамки. А мы в момент самого осмотра проводим высококачественную диагностику, и прицельную сразу берем уже анализы или же сразу ставим диагноз. Плюс сейчас очень остро стоит вопрос с рефлюксной болезнью, то, что люди обычно жалуются на изжогу и прочее. То есть это сейчас как бич по нарастающим процентам соотношениям. И так называемая болезнь пищевод Баретто. Это когда, в общем, происходит предраковое поражение уже пищевода. Вот с помощью узкоспектрального как раз визуализации эта диагностика нам упрощается намного, и качество диагностики повышается также в разы. В соревнования за титул самого оснащенного кабинета смело включается и Людмила Салдан. В ее гинекологическом кабинете есть все, чтобы проводить диагностику и лечение на уровне лучших клиник. Кабинет гинеколога оснащен двумя кольпоскопами. Один из них – видеокольпоскоп, специально с экраном для того, чтобы пациентка могла видеть самостоятельно патологию шейки матки. Рабочий бимануальный кольпоскоп с линзой, отражающий лазерное излучение для проведения манипуляции на шейки матки. Также аппарат радиоволновой, как сургидрон, так и фатек для лечения патологии шейки матки. И лазерный аппарат лактамилон. В кабинете гинеколога имеется оборудование экспертного класса, и также есть аппарат лазерный, который, я думаю, использует только наша клиника. И даже кабинету лора есть чем удивить пациентов. Мы все привыкли, что в арсенале отариноларинголога самые простейшие инструменты. Они, конечно, и сейчас тоже остались в наличии. Однако, если доктору что-то недостаточно видно, то после сакраментальной фразы «Откройте рот», «Скажите ААА». Наталья Морева использует вот такой эндоскоп. А как у меня гибкий и жёсткий эндоскоп, который мы выполняем осмотр лор-органов. Гибким эндоскопом мы можем посмотреть глотку, гортань, выполнить осмотр детей. Дети более дают смотреть гибкими эндоскопами, не так болезненно происходит. На монитор выводится изображение, которое мы записываем, и также его можем показать родителям или самому пациенту. Словом, руководству медицинского центра «Вера» на технике экономить не привыкло. Здесь постоянно закупается новое оборудование экспертного класса. Недавнее приобретение наше – это комплекс рентген-диагностики, комплекс универсальный, доступны цифровые виды рентгена. Практически полностью всё автоматизировано, и информация тоже вся в цифровом виде, легко пишется на любой носитель. Заслуженной гордостью медцентра «Вера» является собственная клиникодиагностическая лаборатория. То есть все анализы проводятся тут же, на месте. Их результаты врачи узнают иной раз через считанные минуты, в зависимости от исследования. Ну и, конечно же, все манипуляции проводятся с использованием лучшего оборудования. Лабораторные исследования присутствуют на всех этапах лечебного процесса, и главная цель пациента, сдающего анализа, получить, конечно, достоверный результат. Лаборатория оснащена современным диагностическим оборудованием, которое позволяет быстро и точно провести лабораторные исследования. Автоматизация лабораторного процесса позволяет нам расширить спектр лабораторных исследований и сократить значительные степени время выдачи результатов. Кроме того, в медцентре «Вера» можно сделать промывку портов онкобольным, а также пройти химиотерапию. Причём её проводит врач-онколог из Московской онкологической клиники. Стоит также отметить, что в случае необходимости медики из «Веры» выезжают на дом, например, чтобы взять анализы или сделать УЗИ. Ещё одна, что называется фишка медицинского центра «Вера» – наличие дневных стационаров. Оно и неудивительно. Площадь в 4000 квадратных метров даёт такую возможность. В гинекологии это очень удобно, отмечает Людмила Салтан. В условиях дневного стационара мы проводим гистероскопии и раздельно-диагностические выскапливания. Также для пациенток с патологией борталиновой железы, в частности кисты борталиновых желез, мы устанавливаем ворд-катетер. Это малоинвазивная манипуляция, которая проводится на приёме у врача и занимает короткие сроки и также короткие сроки восстановления. И препятствует рецидиву образования кист борталиновых желез. А с патологией шейки матки у пациентки мы проводим не только радиоволновое лечение, но и также лазерную вапоризацию шейки матки, особенно молодым пациенткам, которые не имели ванамнезиородов. Эта манипуляция способствует скорейшему восстановлению шейки матки и самым коротким сроком реабилитации после этого. Все эти факторы вкупе со сплочённым коллективом из более чем 60 профессионалов привели к тому, что за почти 30 лет работы медицинский центр «Вера» стал пользоваться заслуженной популярностью не только в Твери и области. На вопрос, за счёт чего удалось достигнуть такого успеха, Митский приводит целый ряд аргументов. По отзывам, плюс удобное расположение, это близость к автовокзалу, железнодорожному вокзалу и доступное, хорошее качество по доступным ценам. У нас есть скидки для инвалидов и пенсионеров, также скидки для студентов и скидки для клиентов в день рождения. Много пациенток приезжают из Московской области, Москвы и также из Санкт-Петербурга. Много пациенток узнают информацию из интернета и уже мне говорят о том, что установкой воркатетера занимаемся только мы в медицинском центре «Вера». Своих пациентов медицинский центр «Вера» ждёт ежедневно. Ведь медики в здании по адресу улицы Завидов, дом 13, дробь 12 работают 7 дней в неделю. Так что если даже на календаре выходной день без квалифицированной и оперативной помощи вы или ваши дети не останетесь. Клиника «Вера» – ваш верный друг и помощник.